Война с Наполеоном 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 В 1901-1905 годах В 1908-1910 ходили под Ригу Затем участвовали в 7-летней войне Воевали с пруссаками Затем были в польском походе В 70-х годах В русско-шведской войне Конца 18 века И затем уже сам прусский поход 1806-1807 года Первая встреча с французами под Тильзитом Отечественная война 12 года И заграничный поход Всего в наполеонских войнах Участвовало 20 башкирских полков И 2 мечерякских Мишари Сословная группа татар Которые участвовали в войне с Наполеоном Здесь показана карта уфимского наместничества Это связано с тем Что была южная граница Юго-восточная С Киргизской степью То есть с казахами Ее необходимо было защищать Основная задача башкир Это была воинская служба на границе Вместе с оренбургскими казаками Но через некоторое время было понятно Что они могут участвовать И в походах русской армии Как легкая конница Художники того времени Мы доклад будем иллюстрировать Работами художников того времени Зафиксировали внешний вид башкира Их вооружение Ну здесь вот видим Башкир, лук и стрел у него Высокая остроухая такая шапка И такой вот халат Который служил и зимней такой одеждой Кроме того башкиры Это работа Корнеева Надевали старинные кольчуги, латы, наручи Тоже лук и стрелы Соответственно шлем И такое вооружение использовалось В наполеоновских войнах Ну вот очень интересная работа Художника Гейслера На эпоху русско-шведской войны Это 1790 год Башкир изображен в зимнем варианте С валенках И вот очень интересная работа Тоже художника Гейслера Это башкир, который одет в зимнюю шубу Но зимняя шуба, она очень интересная Это на самом деле передняя часть лошади Вот здесь будет шея, ее нет Вот это передние ноги Это грива То есть чулком сняли переднюю часть Здесь нет швов Это тулуп, он подбит мехом Но это тулуп, который не имеет швов Он не промокает То есть это передняя часть лошади Поняли, да? Вот такие вещи Использовались в быту и походах Здесь вот есть описание, как Один из башкир Показывал свое искусство Шведскому королю После окончания русско-шведской войны Ну он стрелял Стрелял, подкидывал куриное яйцо Стрелял из лука Разбивал его Кидал стрелу, разбивал ее Расщеплял на две части Ну то есть необычайно Свершал такие подвиги И Екатерина II велела ему дать дворянство Вот с Акчурпая, то есть Акчулпанова Из деревни Кучербаева Средотомарского района современного Идет башкирское дворянство За свою отвагу, за свое мужество За свое удальство Он получил личное дворянство, потом будет потомственное Вот здесь очень интересная вещь Это Арас Верне Ну Горации по-русски написали Он рисовал башкир с натуры Во время наполеоновских войн Ну видим мы башкиры и в кольчуге И в шлеме Но здесь очень интересная находчивость башкир Вот смотрите, он потерял стремя Но стремя человеку нужно Вот здесь стремя-то есть у этой лошадки А у этой нет Он взял деревяшку, рогатку Просто ее на огне завернул И вот он ее по сути Вот здесь завернул Получилось С модельной стремя То есть вырезал рогатку из дерева И сделал стремя Вот такая-то, кстати Была очень находчивость у человека Ну это вот эпоха того времени Наполеоновские войны А также вместе с башкирами Участвовали в походах их жены Известно описание Джентюри С ним ходила в поход жена А вот это картинка Которую нарисовал немецкий художник Югель Первые казаки Берлине Это уже во время заграничных походов 20 февраля 2013 года И мы видим вот здесь на заднем плане Башкирка Она сопровождает своего, скорее всего, мужа Она тоже держит в руках пику И они вместе с донскими казаками Вступают в Берлин Сразу необходимо сказать Что в то время казакам и башкирам Разрешали брать трофеи Вот, например, у него Вальтрап у этого казака Видите, керасирский То есть керасира французского сбили или убили А лошадь с вальтрапом досталась В качестве трофея Вот, соответственно, донскому казаку Только и регулярный конец Разрешалось брать в качестве трофеев И вооружения, элементы И они это использовали В своих боевых походах Это тоже Берлин Это тоже, значит, 13-й год На Унтерден-Линден Башкир показывает Знакомят немцев со стрельбой из лука Ну, вообще Появление Башкир Было очень нежелательным Наполеон их увидел под Тильзитом Когда они получили прозвищ Северной Амуры И Александр ему тогда, когда они там помирились Показывал свою национальную конницу И башкиры сделали такой, значит, фокус Они бросили на землю шапку Скакать начали вокруг этой шапки И стреляли из луков по ней Получился такой ежик И подарили Наполеону Вот, мол, что мы можем делать Наполеону было очень нежелательно Чтобы они были в следующей войне И когда началась война А император уже приказал Два башкирских полка направить В 1812 году Они уже с весны находились На западной границе В армии Багратиона и Барклая Собственно говоря Несли пограничную службу По Неману И вот, когда Наполеон переправился Он встретился сразу с башкирами Перестрелкой ему сообщили И когда министр полиции Балашов Приехал к Наполеону С требованием Что вы вступили на территорию Российской империи Как министр полиции Требую вам перейти обратно Это нарушение Что это такое То первые слова Которые задал ему Наполеон Сказал Зачем вы набрали этих башкир И всяких монголов В свою армию Балашов сказал Что мы никаких монголов не набирали У нас есть башкирские полки Которые воюют И Наполеон впоследствии Когда начались Заграничные походы Началась эпопея отступления Наполеоновской армии из Европы Начал распускать такие слухи Что вот в русской армии У них есть какие-то Это очень страшные люди С востока Орда Это башкиры Они У них там Один глаз на все лицо Клыки Они вообще опасны И они Похищают детей Они похищают детей И их едят Ну и плохо поступают С женщинами И вот эти слухи По всей Германии Шли Что вот идут страшные башкиры Которые едят детей Надо прятать детей Там в общем что-то страшное Но оказалось Что никаких детей они не ели Все играли Вот с детьми И как раз немецкий художник Это и показал Что это всего лишь войско Которые воюют Но оно достаточно К детям И к женскому полу Относится вполне Вполне нормально И вот когда уже шла война Для многих художников Особенно немецких Почему я просто акцентирую Много картинок у нас есть на эту тему Нарисованных современниками Башкиры стали явлением Востока То есть не надо было ехать В какую-то экспедицию на Восток Восток сам пришел Отступающим Наполеоном Сюда демонстрируя свою этнографию Демонстрируя самих себя И вот эти некие странные люди Пришли в каких своих В своих маленьких лошадках В своих каких-то шапках В каких-то странных одеяниях Их можно изучать Немцы были любопытны И они поняли Что башкиры не так уж страшны И вот их можно изучать И поэтому получилось Огромное количество немецких работ Картин Где изображены башкиры И в данном случае Это единственная картина Где есть имена башкир Которые нарисованы Это вот Усман Гумеров Командир полка Это его брат Абдул Потом о них поговорим И здесь они нарисованы Художник специально взял Разные типы шапок Показать Как они Какие у них есть шапки Мы видим на них Трофейные солдатские штаны Они с кого-то сняли Трофейные сабли Лук и стрелы Его собственные А Усман Гумеров Известен тем Что он встречался с Гёте И подарил ему Свой лук и стрелы И Гёте его приглашал В театр Они общались с ним Кстати музей Гёте Этот лук и стрелы Сохраняется Это известно И соответственно Мы видим Что Усман Гумеров Одет в бархатный костюм У него черный Это видно Бархат Дорогой костюм Они одеты В такое рванье Ну это нормально Трофейные сапоги Вот у него Сапоги какие-то Хорошо пошитые А это видно Что это солдатские сапоги Ну пошиты На среднюю ногу То есть Вот такой вот вид Такая башкирская лошадка И вот Такая вот Композиция Где попытались Показать Этнографию Немецкие художники Во время этой войны Видели Ещё и этнографию И вот ещё одна Очень хорошая картинка На большом увеличении Будет смотреться Тоже интересно Это башкиры в разрушенных предместьях Гамбурга Братья Зур Нарисовали её В мае 1814 года Уже заканчивалась война Здесь изображён тоже башкирский полк Но тут разные Есть элементы жизни полка Вот мула Который сопровождал По штату Русской армии Полагался мула Ну или был православный священник В русских полках А вот Раз они мусульмане То надо было иметь мулу И он сопровождал Имел жалование И сопровождал полк Вот мулау На таком тюрбане Здесь башкиры Играют на кубызе Варган Музицируют А здесь один Ремонтирует Своё вооружение А вот тут Два товарища Занимаются тем Что распивают Спиртные напитки Это тоже жизнь Это бивак И они вот здесь Где-то пока отдыхают Достали бутылку И употребляют Ну горячительное Тут такая Ситуация Житейская И вот полк выступает В поход Здесь показаны Ситуации Где пеший Патруль Конный патруль И вот башкиры В предместе Гамбурга Находятся И вот тоже Самые разные Головные уборы Разные типы вооружения Разные костюмы Но это вот Была попытка Показать этнографию Неожиданного явления Востока В Европу Ну конечно же Очень много башкир Рисовал орлов По теме 12-го года Вооружение Вооружение Современники Описывают Что это пара пистолетов Ружья Пики Сабли Лук Колчан со стрелами Ну и вот Мастерски Они могли Здесь вот мы можем Показать Как художники В общем-то Изображали Пику Соответственно Вот стремя Самодельная Сделанная Из деревянного 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 Рогат Здесь вот пика Трофейная Она уже Какая-то Уланская Скорее всего Сабля Ну вот Здесь сабля Салават Иулаева Я ее взял Для примера Потому что Это легкокавалерийская Сабля С обрубленным Ободком Эфеса Он просто утерян Никакая она Конечно не древность Это 18 век И вот таких Легкокавалерийских Сабель У башкир Было очень много Вот мы видим их Собственно говоря На различных Картинах Сабля легкокавалерийская Либо она была Польская Либо немецкая Либо русская Они были совершенно разные Слайд То же самое Сабля легкокавалерийская Тоже мы видим Разные ее варианты Изображений Ну и Многие Башкиры Которые получали чины А во время службы Они несли службу Сначала в зауряд Чинах По табель Орангах Им не полагались Чины Потому что они могли Сразу стать дворянами Это было Считалось Что невозможно Такое сделать И поэтому Чины давались Так называемые Зауряд Зауряд Исаул Зауряд Сотник Как у казаков Но потом Кто-то получал Официальные чины Но тем не менее Получив Какой-то чин Полагался темляк Кожаный ремешок С таким Кисточкой На саблю Это означало Офицерское достоинство Вот мы видим Изображение темляков А вот данный Сладкий Усмана Гумирова Разумеется Офицерский темляк Серебряный Не черной кожи Как у простых А серебряный Он офицер Он себя так Позиционирует Ну и Тут различные Бытовые сценки В Европе Как говорится Как проходило Так Ну плеть Вот мы видим тоже У башкира Они не имели Собственно говоря Для управления лошадью Ну лошади управляли как? С помощью Вообще как лошади управляют? Мы знаем, да? Лошади управляют Каким образом? Прижимая Икрами, да? То есть шинкеля Так называемые Бить ее, конечно, на гайкой Плетка нельзя Но плетка была Как некий такой Принцип того Что ты воин То есть не означало Что обязательно били Они лошадь этой плеткой Но плетку носили с собой Как некий такой вариант Отличия А вообще управляли Шинкелями То есть Икрами ног И коленками ног Другого варианта Управления лошади нет Ну вот Как раз работа Венецианова и Тербенева Где изображен Северный Амур Это лубок И здесь уже Это часть русской культуры Потому что мы видим Что он уже вошел В 12-м году В изобразительный ряд Этой большой войны А теперь вот Мы уже давайте рассмотрим Их участие в войне Чем они занимались Ну вот Во самой Отечественной войне Всего было собрано 20 полков Которые ушли в армию Воевали Но в самой Отечественной войне Именно в 12-м году Были 1-й и 5-й полки Непосредственно Части боевых действий Были 1-й, 2-й, 4-й и 5-й Ну 1-й, 2-й С первых же дней войны А 4-й и 5-й Уже присоединились На Березине Вот мы видим Здесь Охранение Егеря Ведут перестрелку С французами На переднем плане Русской цепи И вместе с ними Перестрелку ведут Башкир Казаки Вот скачут То есть Поддержка Егерей Здесь Значит Они использовались Вместе с казаками В рергарде Прикрывали отход армии Или были в авангарде Наступающей армии И в Париж Они входили первыми Были в конвой Английского генерала Вильсона Были в партизанских отрядах У донских казаков И у других командиров И использовались Как конец Атакующий основные силы Противника И такие случаи тоже были Хотя конечно же Командование понимало Что с луком и стрелами Против Против Кирасир Или там Улан с пиками Идти невозможно У Кирасир Были огромные палаши И поэтому Например В Бородинском сражении Башкиры вели Перестрелку До сражения И прикрывали Отход русской армии Можайск А в самом сражении Наполеона Наполеона Спровождали Мамилюки Мамилюки Такая восточная Идея Черные Такие арабы И вот Арабы не арабы Там сложная ситуация Но вот они Вместе с Наполеоном И сразу Такая мода возникла Должны быть восточные люди Которые сопровождают генерала И поэтому Многие башкиры Сопровождали генералов Находились в конвой Где они были Вот в виде Некого такого хранения Ну и Всего было сформировано 20 полков Полки формировались По принципу Как донские казачьи Что был одинаковый штат 530 человек Но всего Получается 10600 И Еще Тысяча башкир Сопровождало Подаренных башкирами Лошадей 4139 лошадей Башкиры собрали Подарили Правительству Для того Чтобы компенсировать Потери лошадей в армии Это был огромный подарок Такой Необычный И тем не менее Он был отправлен в армию Они сопровождали До Белоруссии И император В 1816 году Дал монаршей благоволение Башкирскому народу За участие в войне 12-го года Из-за собранных лошадей И вот кстати Только два войска Получили монаршей благоволение Как в целом войска Это башкиры За собранных лошадей Из-за собранных лошадей Из-за войны 12-го года И Донские казаки Георгиевское знамя В 1817 году За участие в войну С французами Ну Есть Такая Очень Тема Скользко-глупая Когда люди не читают Архивные источники Они рассуждают Что Ах там Сколько людей направили Вот башкир Всех их там Как пушечное мясо Бросили Убили Нет Командование было Абсолютно не глупым Да конечно Лук и стрелы Не очень-то хорошее оружие Но все равно Конный человек Это конный человек Это сила Это хорошо И кавалерию берегли И конечно же Еще раз хочу сказать Башкир Не отправляли Под убийственный Пушечный огонь Это было бессмысленно И потерять Никто не хотел Но есть вот некоторые Я просто Здесь примеры Что погибло Большое количество людей Это неправда Еще один пишет Что были какие-то Страшные силы Чуть ли не Сколько-то В общем Погибло огромное количество людей Тоже неправда Вот еще один у нас товарищ Пишет Что какие-то страшные потери И были Даже был гендерный перекос Такое модное слово Ну гендерный перекос Ну вроде как Женщин больше чем мужчин Хотя так и всегда Женщина тогда рожалась Больше чем мужчин Это просто Ну биология такая В то время была Но тем не менее Якобы такая была Демографическая Катастрофа Какие могли быть потери Вот потери были Боевые И значит Это какие От убийства оружием Противника Заболеваний На войне Пропавшие без вести Попавшие в плен Пленные бывали Например Девятый башкирский полк Практически Потерял свою Сотню Которая попала в плен Наполеон ее Видел И это известно Первый башкирский полк Уже в Ремсе Потерял Часть своих людей Когда Наполеон Ворвался в Ремсе Потерял людей Попали в плен Конвои Многие башкиры Были вот в конвоях У Витгенштейна Значит У Барклайда Толли Был в конвое Ибрагим Бекчурин И получил Кстати награды У Воронцова Который затем Будет губернатором Новороссии Ласточкино гнездо Тоже был Освобый конвой У графа Толстова Был конвой У докторова Был конвой Князя Тенишева И так далее А вот теперь Мы все-таки Взяли архивные документы Ну и посчитали Есть В общем-то Документы И вот конечно Больше всего Потеряли Первый и второй полки Которые начинали Войну 12-го года Сразу С июня 12-го года 14-го года Воевали бесконечно Вот они потеряли Ну Как говорится Мы видим 75% Второй 18% А вот дальше Четвертый и девятый Вот девятый да Попал в плен У них ушли Теперь в следующие полки Третий Он конвоировал пленных У него вот Потери вот Такого характера Пятый конвоировал пленных Вот такого характера Потери 18% 20% Шестой Он практически На войну не ходил Он подавлял Бунт крестьян Они тоже были 10% потерял Седьмой находился В осаде Данцига Это уже боевые действия Ну в среднем Где-то около 10% 7% В осаде крепости Гуагау Были полки И другие полки Вот 11-й Ну около 10% Они потеряли И вот полки Которые находились На летучих почтах Это тоже была Очень важная работа Армия растянула Свою коммуникацию И для того Чтобы Компенсировать Возможное Неучастие Хороших Таких Регулярных частей Например Ну нужно Охранять дорогу Давайте поставим Два гусарских полка Но эти два гусарских полка Нужны в бою Давайте тогда поставим Каким-нибудь казаков Или башкир Или ополчение Они все равно Вооружение не сильное Но они тоже будут То же самое делать Да и вот так сделали Летучая почта Это скачет Передает Депешу Он скачет По эстафете Передает Депешу И почта Быстро-быстро-быстро На лошадях С огромной скоростью Передается Либо конвоируется Транспорт С вооружением С каким-то Продовольствием В армию Охраняют От нападений Там мародеров Дезертиров И так далее То есть Могли сконцентрировать Войска Боеспособные На линии фронта Боев Ну и то же самое Наполеон оставил В тылу Наступающих союзников В Германии Огромное количество Крепостей Которые не сдавались Там Глагао Модлин Данцик И так далее Ну конечно Эти крепости Можно было снести Пушками Но прусаки-то знали Что эти крепости Им вернутся И прусаки Как союзники Сказали Давайте не будем Крепости пушками сносить Потому что они Пусть когда голодные Станут выйдут А крепость нам Целиком должна достаться И поэтому пришлось Держать войска Но чтобы не держать войска Держали вот башкирские части Которые имитировали Большое количество войск На своих лошадях Либо ополчение И таким образом Мы видим Что потери были Были Но не такие страшные В среднем около 10% С каждого полка Ну терпимо Кроме нескольких полков Которые были на стрее атак Это вот первый Второй и девятый Те потеряли много Да Ну есть еще Такое расхожее мнение Взятое из фольклора Вот песня Кахамтуря О том что Ему завидовали Этому командиру Это историческая личность была И его отравили Какие-то завистники Или офицеры И в общем Мы посмотрели Где все-таки Какая была статистика потерь В боях погибали люди Но не так много Сабельный удар Там пуля попала А большое количество людей Было потеряно Все-таки От болезней Люди И во всех армиях И во французской То же самое И в прусской Там ТИФ косил всех Практически И И в русской армии Это болезни 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 Но проблема заключалась в том Что Была сложность В том что они переходили На Большие территории Я просто хочу сказать Что был ветер Холодно Дожди Это само по себе Надо было Где-то Чего-то есть Что-то Питаться чем-то Но Была еще проблема Связанная с водными системами Это нам сейчас Мы легко Рассуждать Мы перемещаемся быстро А в то время Это было сложно И вот Когда Полки Я посмотрел По статистике Шли заболевания одни Потом оставались Больных было мало 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 Ну где-то В месяц Один-два больных Один-два больных Один-два больных А потом они возвращаются Уже с войны Война закончилась 1814 год Осень В основном осень Зима Они подходят К Владимирской губернии И там начинается Ну буквально падеж То есть Огромное количество лошадей Пало В полках В день По 10 По 15 лошадей Войны Заболевают И В больницах Остаются Или умирают Непонятно почему Ну скорее всего Перешли на Волжскую систему воды А там была другая Система воды Камни Вот эти Внутри Всякие Значит Вот эти проблемы Вылезли И вот скорее всего Фольклор Почему попал Что он во Владимирской губернии Его отравили Скорее всего Связано с этим Массовой гибелью людей Из-за перехода На другую водную систему Либо Либо просто холода Война закончилась И организм устал Поэтому Мы видим Что Форма у них физическая Была хорошая Воевали они хорошо Потерь было мало А вот уже потом Когда возвращались домой Многие люди Заболевали И умирали Он написал встречу И он описал Что он говорил Что он дуван Вот он Он говорит Что он дуван И Гёте пригласил его В театр Ну вы можете сказать А что в театре он смотрел В немецком театре В немецком театре Была итальянская опера Я могу сразу сказать Что тогда была музыка Итальянская опера И он ее смотрел Он ее понимал Почему он понимал Еще раз объясню Там тоже был нюанс Башкиры любили Музицировать И В их полках Мы видим Играли на Варгане На Кураях Есть изображения Играют А затем Они увидели Что все Воинские части Которые регулярные У них есть оркестр Ну какие-то там Трубачи Где-то есть еще что-то И они подумали А почему у нас-то нет Ну не положено Это иррегулярная конница Не положено Да И они начали Импровизировать То есть Ехали впереди Кураисты А поскольку Не всегда это получалось Башкиры Умели Умели петь Горловым пением И они Буквально Многие вещи Создавали Музыкальное произведение Они разбили их По По нотам И Они Пели всем полком Есть несколько Воспоминаний Одного немецкого Музыковеда И одной из сестер Вильсон Которая приезжала К этой Дашковой Когда она Видела Как входил Башкирский полк В Москву И она пишет Что Шел Башкирский полк Играл музыку Когда он Прошел мимо нас Инструментов У музыкантов Не было То есть Они горловым пением Разбили По партиям Каждый Пел свою партию И имитировали Целый оркестр И то же самое Немецкий музыковед Пишет Что Я услышал Странный шум Потом увидел Что это двигался Башкирский полк И раздавалась музыка Когда Отступали из Москвы Французы Один певец Французский Который пел На итальянском языке Разумеется Он Пошел к Наполеону На службу Он жил в Москве До этого Остался в Москве И понял Что когда русские Придут Ему скажут Ну ты же с Наполеоном Все таки Ты не уехал Вот остался Ты предатель И тебя мы можем Там наказать И он решил Отступать уже С Наполеоновской армии И на этот обоз Напали казаки С башкирами И всех Кого они взяли в плен Передали Кому-то А этого Французского певца Не передавали И Пришел чиновник И сказал Почему вы не передаете Он Гражданское лицо Он военнопленный Его надо передать А они Не отдают его Потому что Он поет Итальянские партии Они его держат Возят Охраняют Кормят И он на каждом биваке Стоит Поет Итальянские партии И они сидят Его слушают Плачут И поют Как он То есть имитируют То есть они были музыкально Вот это было интересно И этот вот мужичок Французский певец Так и доехал до Франции С полком В общем их развлекал И они Перенимали эту культуру То есть я хочу сказать Что Мы ведь тоже Перенимаем западную культуру Как-то И они только ее быстро понимали Они перенимали язык Они знали Многие Есть описание французов Когда башкиры подходили И по-французски Спрашивали Зачем ты воюешь Клади оружие Там Ну Там еще что-то Или хочешь выпить То есть вот такие вещи Язык Они быстро Война заставляла И конечно же Усман Гумеров Вполне мог Слушать оперу И вести себя Ну Да Я сижу в опере И слушаю оперу А Яган Гёте В общем-то Вот с ним пообщался И вот мы нашли В конечном итоге В Дуван Мечетлино Потому что он говорил Что он Дуван Его историю Дело в том Что он прожил Долгий срок Он еще в начале 40-х Жил Годов 19 века Он взял В качестве Он был Усман Гумеров Потому что у него отец был Значит Гумер А он Был Имя его Усман А он решил взять себе Теперь фамилию Потому что он же Такой очень серьезный человек И имя деда Он Кылыс Бай Он стал Кылыс Баевым И вот У него было потомство И вот Значит Его братья Он долгие годы прожил Усман Гумеров Кылыс Баев И вот уже современные Это 20-го века Потомки его Я их нашел В конечном итоге С краеведами Вот сам Усман Гумеров А это Ханжар Ганиев То же, что это потомок Но Антропологически очень похоже Ну вот один Габдалхалик Гумеров Который его там брат И вот Фархидов Зекирьян Тоже Ну вот потомок его И еще один потомок Фархидов Америан Там два брата Ну то есть Это реальные персонажи И даже есть вот их потомки Ну и еще один момент Интересный Тоже С Северными Амурами Это Безумный рейд Бенкендорфа Бенкендорф Очень замечательная личность Ну В истории вас обманывают Что он там был Глава третьего отделения Он был глава третьего отделения Душитель Пушкина Ну в общем Жандарм Сволочь Мерзавец Но это было потом А вначале Это был хороший Замечательный человек Но он и потом Это был хороший человек Бенкендорф был храбрый Он был на военной службе Молодость у него была Слишком бурная И он хулиганил И как-то царь ему сказал Либо ты Пойдешь в Сибирь Либо ты как-то Образумься Началась война с Наполеоном Сказал Можно я буду командовать Чем-нибудь Бенкендорф был знаком С царем Ему прощалось многое И вот он Возглавлял партизанский отряд Из Башкир В том числе Брал Берлин Месте с ними Ходил по Германии А затем В конце 1613 года Его направили На крайний фланг На севере Блокируя Те войска Которые находятся В Голландии Чтобы они не пошли На Париж Бенкендорф Получил такое указание Он подошел К реке Айсел Ну был человек Очень увлекающийся Отряд у него был небольшой Вот Тульский пехотный полк Немножко егерей Павлоградские гусары Донские казаки Первый бухский Первый башкирский Ну в общем Небольшой отряд Мало пушечек А Голландия Это Каменные замки Их там много Каналы В общем Не очень-то хорошо воевать И там были французы И разумеется Бенкендорф Должен был просто Содержать линию Подоль реки Но он Начал общаться С голландцами Которые сказали Мы терпеть не можем Французов Надо нам вернуть Нашего принца Аранского Который в Англии И вообще Давай это В общем Освобождая нас Мы поднимем восстание У нас есть патриоты Которые готовы поддержать Только пусть Ваши войска перейдут Бенкендорф Не дожидаясь Разрешения Это было нарушение Вообще он не имел права Этого делать Но подумал Что царь его простит И он Принимает решение Перейти реку Айсел Со своими войсками А войск-то мало А он наврал Голландцам За мной Вообще идет Огромная армия Все нормально Ребята Голландцы побежали В Англию Сообщать Что принцу Давай возвращайся Русские идут И начали Поднимать Как бы Шум И Бенкендорф Решил перейти Через Айсел Это было Такое ключевое решение Вот его отряд Это башкиры В Голландии Следующий слайд Это тоже И следующий слайд И еще один слайд Вот И он Переправил Первые перешли Через эту реку Которую нельзя было Переходить Башкиры Переплыли Холодную реку И Собрали понтоны И собрали Вот такой понтонный мост И Собственно говоря Потом он их Бросил по всей Голландии Сказал Скачите по всем дорогам И Кричите Казаки Башкиры И сзади нас идет Орда Они начали скакать Небольшие казачьи разъезды Башкиры По всей этой Голландии Подняли шум Все там перепугались Бенкендорф быстро Приехал в Амстердам В общем дал им свободу Сказал создавать свое государство Возвращать своего короля Там Принца Аранского И в конечном итоге Потом высадились уже англичане Пришли прусаки И Бенкендорф Очень успешно воевал Причем башкиры Хорошо воевали И вот мы уже В 2017 году Туда ездили Потому что там Благодарные голландцы Решили поставить памятник Бенкендорфу И его башкирам И вот это город Вие Где были башкиры Просто Картинка того места Которые они видели Это современный Разумеется Это круглый стол Мы проводили Наши коллеги Которые Живут в Германии Башкиры Приехали тоже на этот Круглый стол Это старинная мельница Где они были И вот такой памятник Весони На месте переправы Башкир Был создан Поставлен Он в воде стоит Как бы Олицетворяя переправу Это открытие Деревни Весони Еще один слайд Вот памятник Но разные виды его Это художник Таратынов Скульптор Автор этого памятника Который живет в Голландии Сделал этот памятник Прекрасный И вот такая история И в общем Вернулась та династия Которая правит сейчас То есть Башкиры Для голландцев Первое Главное было Бенкендорф и башкиры То есть Про других Они мало говорят Их поразили Вот эти самые башкиры Которые Их освободили Причем В самой Голландии Такое отношение К башкирам Как будто Они были там вчера То есть Они подводят Говорят Вот их тропа По которой Они водили Лошадей на водопой А вот на этот дуб Они залазили Вот сидели Вот там Смотрели Где французы А вот еще Вот в этом месте Они вот Были Вот их коновязи И вот Там у них Есть одна история У одной женщины Пропал ребенок Маленький ребенок Трех лет Пошел гулять И пропал И она искала Искала Не могла найти Пришла бургомистру И говорит Где же мне теперь искать Бургомистра говорит Ну он наверное Ушел к башкирам Или башкиры его украли Ну ты знаешь Они его уже съели Ты можешь его не искать Ну она заплакала Взяла бургомистра Пришла к башкирам И сказала Дайте хотя бы Косте ребенка Я хочу их похоронить Они Значит Взяли ее под руку Повели И там был бивак И значит Один башкир Качал этого ребенка На руках А все остальные Пели Ну баюкивающую песню Оказалось Ребенок прибежал к ним Целый день играл Стрелял из лука Они его катали На лошадке Потом значит Он начал говорить Что он куда-то хочет Но они не понимают его И он В общем Они начали его убаюкивать Он уснул на руках Ну то есть Не съели Вернули Тетки И вот этот рассказ Это рассказано Как будто это все У них было вчера То есть для голландцев Это башкиры Некое такое Освобождение Пришедшее с востока Ну здесь мы немножко Показали Как это могло быть Как в 13-м году Замок Муйден Тоже Там Был французский гарнизон И его брали башкиры Но при появлении башкир Гарнизон просто сложил оружие Хотя там были и пушки И такое вооружение Замок вообще находится Окружен водой Там Поднимается этот мост Тем не менее Они Узнав о том Что приближаются Эти самые страшные башкиры Французы просто сложили оружие А ну все Вот На этом Я бы хотел на этой истории С Бенкендорфом Завершить Ну конечно же Башкиры участвовали В боевых действиях И во Франции В Париже Брали Париж И Александр Первый Разместил Башкир И донских казаков В Булонском лесу И на Елисейских полях Это было сделано намеренно Он хотел показать Что Я правитель огромной страны И разные народы Есть у меня И эти народы Мне преданы Ну что они и доказали И он хотел показать Если вы будете себя плохо вести Я приведу этих народов Еще раз к вам И вам мало не покажут То есть такой урок Этнографический диктант Да И конечно же Этот урок кстати Европа потом приняла Очень серьезно Поэтому все писали Об ордах с востока И не случайно Нацистская пропаганда Потом говорила Эти орды Восточные орды Норды людей с востока Казачья орда И так далее Это в годы И Пермеровой войны Это вот был тот самый урок Эпохи Наполеоновских войн Но он был связан Лишь с войной Против Наполеона Но завершился Таким контактом культур А для башкир Конечно это был Героический период Потому что Многие получили награды Стали дворянами Получили ордена Орден давал Личное дворянство Сразу Один из башкир Получил даже Владимира 4 степени Это такое Давал Потомственное дворянство Многие получили награды Знак отличия Военного ордена Чины Различные Продвижения по службе И такая эпоха Которая вспоминалась Очень долго Как они воевали С Наполеоном И конечно же Этот этап Для башкирского народа Связан с тем Что он сохранился И в фольклоре В качестве Различных Сказок Рассказов Легенд Исторических песен То есть он Сохранился И в документах И в картинках Которые я хотел вам показать Показал И в народном сознании И все Сопоставляя все эти Разные виды источников Они подтверждают Ну все Все это действительно Так оно и было Ну вот Такой небольшой рассказ О том Как воевали В том числе Предки Жители Данной деревни В годы Войны с Наполеоном Аплодисменты Продолжение следует...